МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «На Вінергию» на у студии Кристина Каранкевич. Добрый день у гэтым выпуску «Глядите». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безпечные умовы працы и сучасные подыходы до аховы правоуработников. Усёк обзменшить травматизм на вытворчасти. Грыбняка шукали 10 годин. Вратовальники нагадывают правила безпеки. Тяперешние студенты у якости консультантов для студентов будущих. Волонтерские отрады працуют под час уступной кампании. Три организации створены с початку года у Хотимским районе. Разом с тем, керавництва в области упевнено, что задейничаны пакуль не усе резервы социально-экономичного развития района. Рабочая группа Могилевского Абл-Ваканкама на месяцах подрабязно выучает ситуацию у кожным районе. Хотимский район по выниках социально-экономичного развития за поугодие, по слову к специалисту, находится на 13-м месту в области. Идет действительно улучшение, оживление экономики не только в Хотимском районе, в области, в республике в целом. Поэтому есть серьезное, существенное улучшение и экономических показателей в том числе. Это выражается и в выручке на одного работающего. Это выражается и в объемных показателях по сельскому хозяйству. Это выражается в экспорте продукции Хотимского района. Операционная группа Могилевского Абл-Ваканкама давала слушные парады, как притягнуть инвестора, как повысилась на предприемствах заработная плата, что в свою чергу притягнял район молодь. За шесть месяцев на Хотимшине створили три организации. Две з их – фермерские господарки. У нас есть полезные скопаемые, такие как трепел. Одно предприятие уже начало работать. Второе предприятие, которое сейчас в стадии реализации проекта, планируется открытие, оно зарегистрировано, планируется открытие фермерского хозяйства, которое будет около 500 гектар земли, которое планирует заняться семеноводством и разведением крупнорогатого скота. По фермерским хозяйствам, которых и планируется три, порядка десяти рабочих мест открыть. Специалисты управления у отдела Могилевского Абалуканкама у складе рабочой группы плануют побывать у каждом районе. Наступная справоздача у Крычевского. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, Новины региона. Безпечные умовы працы и сучасные подходы до ховы правоуработников у малым и среднем бизнесе. На Могилюшчине проходить месячник безпеки працы, який призваны звернуть увагу миновита на организации, что не подпорадковываются ведомством. Основным, это приватное предприемство. Сгодно белорусского законодательства, наймальники усех формов уластности несут отказность за життё и здоровье принятых на працу людей. Сучасное Могилюшское предприемство с приватным капиталом. Вырабляют газосиликатные блоки. На этом заводе у некольких измен працуют больше за 100 человек. В процессе заденечены великие краны, гараж и печи, складанные механизмы. Следить за людьми, чтобы никуда руки не всунули, чтобы были застёгнуты в шапках, рукавицах. То есть вы всегда работаете в спецодежде? Да, в спецодежде у нас заменяемая спецодежда есть. Если вымазалась, значит у человека другая есть спецодежда заменяемая. А прошлым часом на предприемстве зарабили ставку на модернизацию. Это не только вплывая на продукционность, говорит керавництво. Автоматизация процесса удозволяет повысить уровень безопасности працуников. А это немаловажно и для выхода на замежные рынки. Люди не находятся около вращающихся механизмов. Купили машину упаковочную, вы видели. Полностью автоматизированная система упаковки у нас работает. На сегодняшний день мы установили полностью всевозможные ограждения. Управнание с леташним выпадком вытворчика травматизму в области не стало больше. Однако такая стабильность не радует. Потому что за каждым из несчастных выпадков стоят реальные люди и их семьи. Под частью первого месячника по охове працы особливую увагу надают предприемствам приватной формы властности. С начала года с 8 человек, которые загинули на вытворчасти, 3 – в организациях малого и среднего бизнеса. Результаты месячника – это то, что, как правило, в той отрасли, в которой проводится месячник, в период проведения месячника. Действительно, это немножко позволяет активизировать работу промониторий, даже самим себя, организациям по вопросам охраны труда. И, как правило, в ходе месячников несчастных случаев в этой отрасли не происходит. Месячник, как правило, показывает из раза в раз такие тенденции. По ранейшемуся рот самых травмонебеспешных сфер працы – агропромысловый комплекс, лесогасподарка и будауництва. До того же, как показывает практика, в полове выпадков в войну за трагедию несут не только наймальники, а и працы, которые не выполняют потребования техники безопасности. Катярына Градницкая, Александр Тарасов, Миколай Соболев. Новины региона. С 2004 года в Беларуси укранили систему обовязкового страхования в выпадках травматизма на вытворчасти. Это дало махчимость систематизовать и изнять некоторое острое питание по оказанию допомоги потерпелым. На сегодняшний день ГТС страховые взносы в области платит 42 тысячи субъектов. Юридические лица сегодня платят два вида взносов. 0,1% от всех выплат физическому лицу, то есть человеку работающему, включая премии, доплаты и так далее. 0,1% платят бюджетной организации. И 0,6% от таких же выплат платят юридические лица, имеющие хозяйственную деятельность. Адразу две трагеды отбылись на дорогах Могилевской области за минулые выходные. Так, у Крычевским районе загинул 19-ти годовый мотоциклист. Сгодно попередней информации инспектора УДАИ, недалеко от везки Сычык, Могилевчанин неправильно обрал худкость и не справился с керованием мотоцикла. Увы, некой он съехал кювет и сутыкнулся с древом. У Быхове у Авары загинул автомобилист из России. Автомобиль Митсубиси под его керованием урезался у будинок на закруглении дороги на улице Советской. Водитель легковушки от отриманных травм загинул, ему был 41 год. До уваги аматоров тихого полевания изборщиков ягод. 10 годин шукали воротовальники Грыбника в Бабруйском лесе побач звездкой Дуболка. Про то, что у 43-х годовы мужчина Яшираницей пошел в лес за грыбами и пакуль не вернулся, у милиции апоудни рассказали ягородные. Адразу сформировали воротовальную группу супрационников Министерства по надзвышанных ситуациях. У 10-х один вечера мужчину знайшли. Да помогли у гэтым сигналы спецтехники, на яке он и вышел. У сезон тихого полевания воротовальники нагадывают, каб не стать шарховым заложникам лесу, треба притрымливаться минимальных правилов. Нельга ходить у лес по одному, а день и обуток повинны быть не только зручными, а лезь зауважными сдалек. Обовязково брать мобильный телефон зараженной батареей, а так само компас, воду, лейки, нож и запалки. И не забывайтеся говорить родным про свой поход, маршрут и час вертання. С золотом и сребром с Польши, где завершился молодежный чемпионат Европы по легкой атлетице. Тут белорусы завоевали три медали, два за яких на рахунку представников Магиловской области. Так, Кристина Тимановская-Склимович стала сребранным призером на дистанции 100 метров. А Дмитрий Набоков, выхованец Белыйницкой школы, завоевал золото по скоках у вышиню. Або два спортсмена выходят в склад национальной сборной. 17 липня завершается прием документов у высшейшой навучальной установы на бюджетную форму навучания. По традиции, самые массовые дни были первые и в субботу. Великую допомогу проведение этой кампании оказались первые студенты. До речи, эта волонтерская работа будет залечена им в прационный стаж. Андрей уважливо подличивая балл аттестата абитуриенту Сумуэ с баллами сертификата укажет, что хотя и редко, однако бывают помылки як убог повеличения, так и надворот. Довольно много людей. Вот работа, как бы, бабка большая, поэтому работа много, люди ходят, и все. Ну, как бы, заходит сюда мало людей, но по личным делам тут посмотришь, и куча личных дел. Что дня, подчас уступной кампании, в НУ Могилёвшины примали до сотни абитуриентов. Консультации, регистрация, прием документов. Уся гэта справа на плечах студентов. У ректорати кажуть, некальки год тому паспробовали их заденчить подчас каникул и пераканалися. Цудовный выбор. Оплата студентам, да, есть. В качестве премии уже по итогам работы университет старается их поощрить таким образом. То же самое идёт, как студенческая отряд, синонимы ему или как это? Это, наверное, как-то параллельно студенческим отрядам. В целом, очень похожа работа, но немного отличается. Ну, наверное, формат тот же остался. У Могилёвской области подчас уступной кампании у волонтерских отрадах заняты 110 студентов. И они працуют во усих высшейших навыкальных установах. Татьяна Сергеевичек, Александр Тарасов. Новины региона. Наши новины доступны на сайте tvrmogiliev.baino. Я с вами развитываюся. Доброго настрою. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!